Здравствуйте! В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа с большой буквы. В студии я и ее ведущий Александр Гурарье. И на связи с нашей студией дипломат, политолог Цви Маген, экс-посол Израиля в России и Украине. Цви, добрый вечер! Добрый вечер! Цви, ситуация в Ливане. Взрывы, которые потрясли ливанскую столицу, которые произошли в порту. Пока что, ну по крайней мере на момент записи нашей передачи, много информации пока не поступало. Мы знаем только, что это взрыв, что вроде бы это не теракт. Мой вопрос к вам, на ваш взгляд, вот судя по тем кадрам, которые происходили, скорее к вам взгляд, вопрос к вам не столько как к дипломату, а столько к офицеру военной разведки. То, что вы видели, то, что видели все онлайн, то, что показывали различные телеканалы. Какой можно сделать вывод? Это похоже на, допустим, ракетную атаку? Или это все-таки, вы склоняетесь к тому, что это, ну скажем так, несчастный случай? Ну, конечно, все возможно, поэтому тут зарекаться нельзя. На данном этапе это выглядит, скажем, достаточно безобидно. Я имею в виду, конечно, теракт. Это выглядит действительно обоснованно в том плане, что такие материалы, которые оставляют без присмотра очень долго, действительно могут взрываться. Что-то там может привести к этому. Речь идет о нитрате аммония. Это известное вещество. Его употребляют и для удобрения, но в основном и для взрывчатки. И поэтому это взрывоопасное вещество, которое там залежалось в очень больших количествах, с плохим присмотром. И результаты налицо. Понятно, что смесь полгорода и так далее. Тут вопрос не как это взорвалось, но понятно. Почему это осталось без присмотра? Почему такой бардак, извините, вражение творится в этом королевстве? Это хороший вопрос, потому что его на ней теперь представляют или показывают руководству Ливана, которое должно теперь объяснить, почему и как дошли до жизни такой. И это не лучше, чем ситуация со взрывом какой-то там, уже было сказано, до возможности теракта. Но это достаточно проблематично и без теракта. Извините, естественно, в первые же часы после теракта, я внимательно отслеживал все сообщения, разумеется, тут же появилась ссылка на то, что это, скорее всего, Израиль, что это израильская атака, что это израильская диверсия. И что интересно, первый, кто опроверг, причем громогласно и категорично это сообщение, было пресс-служба террористической организации Хизбалла. Почему? Ну, очень много вопросов. Казалось бы, они наоборот должны были говорить, да, 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 это Израиль. Они первые сказали, нет, ни в коем случае, это не Израиль. Тут достаточно понятно, что произошло, во-первых, в смысле, что взорвалось и как. Но второе, а что там делал вот эти, ну, эти, нестраты аммония. И есть подозрение, что в конце концов они принадлежали к Избалле, это были склады из Баллы. И она вообще ответственна за все, что там происходит. И теперь у нее проблема, как отчитаться перед ливанским народом, руководством и так далее. Потому что на нее теперь катят, по-моему, именно эту бочку. Ну, так проще всего было на Израиль свалить? Да, но нужно доказательства. Израиль сказал, раз заявил, что это не он, и всем понятно, что это не он. Потому что можно, конечно, придумать, но тогда что? Но через неделю докажут, что не он. И что будет? И поэтому нужно сейчас разбираться. Не исключено, что вернуться к этой версии, к будущим, если не сумеет он доказать обратное. Но тут проблема внутри ливанского толка сейчас. Во-первых, население очень обижено, скажем так, осторожно. Разозлено, и это может плохо обернуться для руководства вообще в Ливане. Во-вторых, ливанское население очень негативно теперь взирает на Хизбаллу. И Хизбаллу нужно отчитываться, или вообще лучше пойти, так сказать, как они привыкли делать, спрятаться в бункер и не высовываться в определенное время. Для этого следует, что вероятнее всего так оно и будет. И Хизбалла в ближайшем обозревом будущем как-то сойдет на нет и не будет громогласно заявлять о своих претензиях к Израилю и готовности воевать и так далее. Но все еще может быть. Теперь это только на первый взгляд, потому что мы еще не знаем, что действительно там произошло. Кому принадлежит этот взрывоопасный, условно говоря, материал. Кто там за этим стоит, почему он там оказался, как он оказался в Ливане, почему. Но говорят, что это с российского корабля, как бы был конфискованный груз, который там конфисковали, он хранился там на складах. Сложно мне в это поверить. Да, действительно, это было доставлено этим кораблем. Но тут проблема в том, что российские корабли так и не задерживают, а не арестовывают. Просто так и я... Он был не под российским флагом. Просто владелец гражданин России, корабль был не под российским флагом. Понятно, чем он был, но тут речь идет о том, что просто так конфисковать имущество, предложившее другому государству, это негоже. Поэтому тут что-то не все так просто. Вероятнее всего это было. Это можно, например, увязать и на Иран, и на какие-то там разные контрабандные доставки каких-то видов, в конце концов, это оружие. То есть, вы считаете, что это вообще могла бы быть контрабанда взрывчатки? То есть, составляющие для производства взрывчатки были таким образом доставлены контрабанно, как будто их взяли и конфисковали потом. Но они достигли адресата. Это одна из версий, которая сейчас рассматривается, упоминается. Поэтому, если я должен выбирать и гадать, то я говорю, что это реальная версия. В любом случае, если суммировать, то проблема сейчас на данном этапе у Хизбаллы. Ну, они как-то найдут выход, но все же непросто, потому что к ним претензии по всему фронту поговорят. Потому что, в конце концов, в Ливане очень-очень сложное положение, кроме этого взрыва. У всех сложно сегодня, ввиду короны, ввиду экономического положения. Но в Ливане, в частности, еще хуже. Ливан не может выкарабкать свое из этой экономической ямы. И тут еще этот взрыв, который снес полгорода и там другие ужасы. И в этом отношении проблема Хизбаллы, которая практически захватила, как минимум частично, власть в этом государстве. И теперь она должна разбираться с населением. Так что, сейчас там не все просто. Как это на нас сказывается в отношении Израиля? Во-первых, действительно, вероятнее всего, не Израиль. Ну, все может быть, конечно, но нет. Даже Хизбалла согласна. Во-вторых, в какой-то мере, это сейчас утихомирит Хизбаллу в отношении продолжения конфликта. Я напоминаю, были в последние пару недель очень таких конфликтных отношениях с Хизбаллой. Да, мы даже говорили с вами в этой студии о том, что Израиль фактически объявил ультиматум Хизбалле и Ливану. Значит, если они, так сказать, не прекратят провокации, то будет жесткий ответ. Ну, вот теперь у Ливана, у Хизбаллы есть. Поэтому это как бы хорошо ложится в теорию ответа, как бы вот этот взрыв, он как бы ложится. Хотя нестыковка, я с вами согласен, есть, потому что Израиль никогда, по крайней мере, на моей памяти не было такого, чтобы проводил удар, от которого в основном страдали бы гражданские лица. То есть это было понятно, что этот взрыв как бы не может быть ответом Израиля. Ну, давай, ну, то есть мыслить логично, то получается так, Израиль запланировал этот теракт, зная, что это за материал, и зная его последствия, поэтому они не похожи на Израиль. Израиль точечно выбирает свои, так сказать, цели, когда наносит удары по очень серьезным противникам, тем более, когда речь идет о мирном населении, он вообще предупреждает мирное население, включая в Ливане, уже было не раз, о том, что будет наноситься тот или иной, скажем, удар или атака, и поэтому просто убираться оттуда. В данном случае это не похоже на Израиль, но все может быть, конечно. Ну, а теперь, если речь идет о Хизбалле, то понятно, что Хизбалла, вероятно всего, спустит, пытается спустить, это дело на тормозах. Не будет сейчас раскручивать продолжение предыдущего конфликта, и еще непонятно, чем это обернется для нее, потому что будет на нее сейчас очень серьезное давление со всех сторон, и она должна как-то уйти в тень в этом отношении. Так что, да. Что касается самого Израиля, Израиль предложил руку помощи Ливану. На данном этапе предложение, по-моему, не было принято, хотя это еще не исключено, что они еще к этому вернутся, потому что Израиль еще предложит. Да, полиция, я напоминаю, больница в Нагоре, в Наре. Наре – это северный город, который ближе всех расположен к границе с Ливаном. Руководитель этой больницы, профессор, кстати, он араб по национальности, он обратился к президенту Ливана с письмом, с предложением, значит, открыть границу, и он обещал принять пострадавших. И больница, в Тель-Авивской больнице Ихилов тоже присоединилась к этому. Цве, на ваш взгляд, вот такой категоричный ответ Хизбаллы, что это не Израиль, может быть, связан с тем, что если они попытались бы перепихнуть это на Израиль, то, учитывая масштабы разрушений и масштабы катастрофы, то они, извините, соблюдая пацанский кодекс, тогда должны были объявить войну. То есть, может быть, это было причиной того, что они сразу категорически сказали, что нет, это не Израиль, чтобы в глазах своих, так сказать, поклонников они не выглядели беспомощными котятами. И это тоже. И к тому же, если это действительно был теракт совершенный Израилем, ударом совершенный Израилем, то к той же Хизбалле придут с претензиями свои жиливенцы, потому что смотрите, куда вы нас замолокли, куда вы нас продолжаете, так сказать, толкать, потому что, в конце концов, нам этот конфликт не нужен, смотрите, какие бедствия из-за вас. Поэтому они говорят, это не Израиль, это само по себе, вы сами виноваты. Вот примерно вот такой вот ответ. Но, во всяком случае, что касается помощи Израиля, на данном этапе не принято, потому что это не просто помощь, хотя она там очень нужна. А это тут речь идет о смене курса, скажем, политического по отношению к Израилю. Принимая такой вид помощи, этим самым начинается какой-то процесс, или процесс налаживания контакта, позитивного толка, и пока на данном случае нет разрешения, как говорят, политического руководства или других, которые за этим присматривают, тех же сирийцев или иранцев, или бог знает кого, поэтому они очень осторожно к этому относятся. Я не исключаю, что эту помощь придут к нам с какими-то там оговорками, чтобы никто не знал, и так далее, и так далее. Проблема. На данном этапе очень многие другие тоже предлагают свою помощь, там прилетают разные французы, россияне из страны залива, так что не исключено, что они обойдутся. Ну вот, так. Циви, скажите, а есть какая-то связь, некоторые комментаторы напоминают, что именно на следующий день, то есть вот сегодня-завтра должны начаться, должны быть оглашены результаты расследования ООН по поводу убийства бывшего премьер-министра Ливана Эль-Харири, убийства, в котором обвиняют боевиков и руководство Кхизбаллы, и Кхизбалла как бы сейчас отвлекает от этого внимания общественности таким вот, скажем так, варварским способом. Я сомневаюсь, потому что если было, скажем, происшествие было калибром поменьше, я не исключил бы, но это слишком далеко зашли. Потому что они так не рассчитывали, толком не знали, что там. Ну, бомбанули, а оказалось там вон оно что. Ну, одна из проблем Кхизбаллы, что на них идет давление именно в этом отношении, они были на международном уровне, тоже не очень приятно объясняться потом с ливанским населением, что они натворили, и совместно с другими такими мероприятиями это плохо получается. Поэтому все вместе ставить их какое-то очень неудобное положение, и посмотрим, куда это разовьется. Ну, пытаются сейчас из этого выкарабкаться, и усиленно сейчас работают над планом спасения, престижа, арестатуса Хизбаллы, и в самой Хизбалле, и в Тегеране. Не исключаю. Ну, вот. И последний очень короткий вопрос. Буквально да, нет. На ваш взгляд, наши, так сказать, спецслужбы, МОСАД, военная разведка, вот на сегодняшний момент мы снимаем это там в 18 часов вечера, уже знают ответ на вопрос, что там было или нет? Я полагаю, что больше да, чем нет. Спасибо. Дорогие друзья, мы беседовали с старшим офицером военной разведки, дипломатом, политологом Цвимогеном. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова